И почти все драки проигрывали в ноль. Ну что ж, вторая карта. Посмотрел я на турнировую таблицу группы А. Evil Genius уже точно проходит через Винера в стадию плей-офф. Там, как у меня, будут решаться, за какое место. За второе, третье и четвертое с командой TNC. LGD. Невозможно. Но это уже не об этом. Главное, что ЕГЭ точно будут в Винерах. Но тут у команды Fnatic все очень-очень-очень плохо. Если они проигрывают эту карту, то они точно покидают этот турнир. Занимают последнее место в группе и едут домой с 17-го, 18-го места. Поэтому Fnatic нужно только побеждать. И при этом, даже если Fnatic победят, им нужно надеяться на то, что Infamous сегодня проиграют все игры. И девочка, которая когда-то была тренером этой команды. Которая, по-моему, сейчас помогает TNC, если не ошибаюсь. И у которой 2000 РММ. Она на них смотрит и у нее слезы. Слезы счастья от того, что справедливость восторжествовала. И, наконец-то, полезные люди нашли свое место. ММР не показатель. Да. Вот так. Ну, он показывает, ну, маленькую часть, там, не знаю, процентов 5 общей картины. Ну, просто от него отталкиваться нельзя. Fnatic забирают шейкеры на ФП. Ну, их можно понять. Их только что сумаил раздел играя за шейкера. И это было очень и очень неприятно. Он там в Соловру уничтожал Тимбера, чего явно Fnatic не ожидали. Ну и EG сразу забирают свою дефолтную мобильную связочку в виде пака и Сэн Кинга. Попробуют, натики, все это дело законтрить Найсталкером. Если у Найсталкера игра пойдет хорошо, если он сможет одеться, и если он не будет падать за проказ, то велика вероятность того, что он купит Аганим и будет охотиться за Сэн Кинга. Сейчас, Дмитрий, вам аналитику дам. Готовы? Аганима не было. Бан Сайленсера Лича, это значит, что будет Эникма по команде EG. 100%. Вот прям чувствую, что Эникма для Юниверса должна здесь заходить. А как же Рубики и... Не, главное, что Лич сбивает Блэкхоллы, и поэтому лучше его забанить. Хорошо. Конечно, еще остается какой-то Варлок, но Эникму, может быть не сейчас, но они попозже думают ее взять. Я все. Больше аналитики от меня не будет. Ну, Эникма уже заходит. Два миличника, два героя уже страдают от Эникмы. И у EG очень мобильный мидер. Если будет Эникма, и если она уйдет в лес, то пак может постоять, даже если к нему будут приходить игроки. Но пока это Висп. Висп, ничего себе. Висп для ЕГ, и Висп это герой пятой позиции. Вообще, Висп очень сильный. Мне очень нравятся Ликвиды, которые не парятся и забирают его на ФП. По итогу, они столько раз его взяли на ФП, что многие команды просто банят его в первой стадии. Понимая, что если, не дай бог, этот Висп окажется в игре, то всем нам конец. Вообще, Висп герой уникальный. Он в любое время, там, год назад, два, три, четыре года назад, всегда он актуален. Фиксят его, как-то исправляют, улучшают, ухудшают. Всегда Висп, он есть в банах, либо в пиках, почти в каждой игре на компетенции в сцене. Герои, правда, любопытные. Появляется Кристал Мейден, позабытый саппорт. Перестали ЦМку пикать практически в каждой игре, как это было раньше. И появляется Нэчис Профит. Все-таки моя аналитика уходит на нет. Нэчис Профит и его. Супер агрессия и супер давление на сложную линию. Насталкеру придется в очередной раз возвращаться на легкую и пытаться прогонять Фуриона. Если у них не будет очень мощного кэри. И одного из очень мощных кэри ЕГ забанили в первой стадии. Это Блатсикер. И вот теперь нужно как-то усилиться. Иначе будет тяжело. Это Свен. Неплохо. Это Свен. Ну, правда, Артизи хорошо сам знает, что Нэчис Профит неплохой вариант против Свена. Да. Если что. Свену где-то в лейтгейме может быть непросто. Да, но он хотя бы прочный. У него много брони. Если что, он может крикнуть и дать броню своим союзникам. И при этом он неплохо расправляется с пеньками. Ну, а за комбинацию Шторм, Кубик и Войт можно забрать кого угодно. Остается последний бан у команды ЕГЭ. Правляет Тимбер отдыхать. А Тимбер мог быть неплохо против Нэчис Профита. И против Пака в миде. Ну, и на месте бы Фнатика я просто бы взял какую-то Темплер-Оссасин. По-моему, слишком просто, слишком очевидно. Да, вот как-то... Мне Квапа нравится. Может быть, против Пака не лучший вариант. Это можно потерпеть. Вместе с Нэц Алкером постоять. Ну, а мне нравится ТА, потому что она собирает БКБ. И здесь пока ее нечем убивать. Ни один герой не способен ее уничтожить. Мне будет трудно какого-то героя остановить. Единственное, смотри. Ее улетает на Тимбер, и Пака уходит в фейшифт. Санкинг откапывается просто. Нэчис Профит ставит спруты там. Как-то отталкивает. Контроля... Ну, хотя у Фнатика есть контроль. Почти у каждого героя есть какой-никакой контроль. Да, все могут подержать на месте. Посмотрим, кого возьмут. Себе Фнатик. Какого-то нюка просто не хватает. Свен есть уже, который прям такой тфиз-дэмэдж-дилер. Забанили Веномасера Фнатик. Ну, на Тепларку похоже, да. Сто процентов. Ну, мы надеемся. 99. Тарксир. Шейкер Соломит они решили поставить. Ну, слушай, Шейкер Соломит, он... В некоторых ситуациях, когда милейшник против себя стоит, он хорош. Там Тимбер, Дрэгонайт, Эмбер. Но здесь же можно сейчас поставить Пака на центр. И тогда Шейкер уже будет не так комфортно стоять. По-моему, Фнатики сейчас аутпикнули сами себя пиком Дарксира. Да, Дарксир это, конечно, что-то... Нет, ну, понятно, что вдруг они сейчас начнут давать вакуум под Стан Свена, Свен там Кританьо, Тудайха Слэм, Нового Цемки и так далее. Ну, не факт. Это проще нужно. То есть они команда, которая находится на последнем месте. И для них эта игра принципиально важная. Явно, что с тимплеем, как мы видели, у них не так все хорошо. У них Луна забегает в свою же хроносферу. И поэтому по-хорошему нужно, наоборот, брать простых героев, чтобы проще было использовать свои сплеи. Ну, когда-то, кстати, Фнатики очень хорошо использовали и Дарксира, и Свена, и Шейкера. Это было на третьем инте. Тогда они, по-моему, взяли, если не ошибаюсь, топ-3. И если они вдруг смогут сделать то же самое, что они делали 4 года назад... Подожди, 4, может быть, 5. Не, 4. Ну, другая, конечно, это была команда. Да, но у них это когда-то получалось. Ну, если получится, я буду только рад, потому что это будет очень красиво. Это будет лучший хайлайт за... Этот Интернешнл, это понятно. В исполнении Фнатика. Да, может быть, в исполнении всех команд. Дать вакуум, дать туда стан, дать туда Фризенфилд, это уже будет что-то. А если будет какая-то цемочка с Агонимом, это вообще будет... Ну, ладно. Пока мечты. Мечты от комментаторов. Ну, а мы смотрим. Вторая карта, Вилджинисос, Фнатик пока в пользу ЕГЭ. Этот матч пройдемся по игрокам. Команда Фнатик. Кюо на Эршейкере, Ахжит на Освене, Диджей на Кристалмейден, Фэйби на Найтсталкере и Охайю на Дарксире. И у ЕГЭ мы имеем Сумаила на паке, Артизи, Кэри, Некрофос, Юниверс, Хардовый, Фурион, Зай, Роуминг, Висп. Прошу прощения, Висп пятой позиции. И Крит будет Роумить на Санкинге. Ну и готов выходить Фнатик. Если Смоук, Смоук должен быть. Но его нет. Возможно, Фнатик ждут, пока к ним кто-то придет. Возможно, они без Смока пойдут. Просто забирать руну. Правда, параллельно могут то же самое сделать и ЕГЭ. Просто они стоят, ждут. У Санкинга Смоук имеется. Поглядим еще на лайнапы, как куда кого поставят. Пока мы видим, что вот Некр на легкой. Ну, а значит, профит на сложный. Да, по итогу идут. ЕГЭ вырвать руну. А вот как-то Фнатик очень-очень неуверенно. Они постояли вместе, подумали и все. В итоге три рун для команды Элджинесис. Интересно. Вроде у Фнатик очень боевой был пик на нулевой минуте. Посмотрите, стан Свена. Фиссурка. Фростбайт. Найтсталкер с Войдом. Там Айншелл. Это же нереально просто, но ребята решили отдать. Три руны и не драться. Ну что ж, их право. Дарксир на легкой один. На центре Шейкер. И внизу будет трипла. Свен, Найтсталкер и Кристалмейден. И Артизия пока один. Артизия один. Некрофос неплохой вариант. Будет Артизии трудно. Но учитывая команду ЕГЭ, мы прекрасно знаем, что всегда на Артизии не играет. Играет на Сумаила. На Юниверс и на Артизии играет редко. Артизия всегда такой игрок, который должен стоять и терпеть. Ну и героев ему дают приятных. В одном случае это прочный волк. Он довольно-таки хорошо стоит на линии. И терпит за счет своей пассивочки. Ну а сейчас это будет Некрофос. У него есть госшраут. Господи, мне эта насмешка сейчас уже с ума сведет. Врыв на Артизии. Стан на Некрофоса. Некрофоса не убить. Контр-ответ уже на Свена. Свена можно убивать. Свена очень больно. Дэспульс. Ахжит. Ели живой. Надо, чтобы Артизия сделал убийство. Артизия не делает убийство. Артизия еще при этом отдает ферсблат. И размен. Один в один пока. Крит будет ли копать. Можно подкопать Диджей. Диджей пытается тут прятаться. И спрятался. Все получилось. Уже приходит Свен. И надо быть поаккуратнее. Крит у Крит здесь нагло играет. И Артизия имеет станы. Он закидывает по Криту. Работает тизер. Плюс ко всему дэспульс. И не убить. Параллельно погибает Шейкер. На центре. Ну будет Шейкеру трудно. Это Сумаил. Это опять же. Это рейндж-герой. У которого 73 урона снутри с маном. Тут Шейкером будет непросто стоять. Даже с пурмэншилдом. Ну. В общем. Сумаил тем более хорошо знает. Как стоять на Шейкере. И прекрасно понимает. Как стоять и против него. Опыт у него есть. И при этом у Сумаила всегда будет поддержка. В виде Юниверса. Который в любой момент может прилететь на мид. Если Шейкер зайдет далеко. Его не позавидуешь. У него здесь сложная ситуация. Так что на прошлой карте. Что на этой. Будут трудности. Ну и на топ. Минучез профит. В общем. От Дарксира он не страдает. Айншеллау не задевает. Поэтому он должен фармить. Юниверс. Еще вот так вот Ахайя пробивает. Ахайя еле живой. Что происходит? 6 хп. 6. Телепортейшн. Ахайя. Ахайя. Ахайя нужно доноиться. Ты просто отсюда не уйдешь. Ахайя. Ну уже на личном скиле переигрывает. Убивает в миде. Убивает сверху. И если снизу там. Некропус у нас успеет взять второй уровень. То его тоже будет очень тяжело забрать. Да. Это просто фит на топе от Ахая. Конечно стоял до конца. Как будто не видел, что его нэчис профи там 3 раза ударил. Такое ощущение было. Когда уже побежал, было слишком поздно. 3-1. Пользуя его лжинист. На центре очевидный перефарм пака. Сумаил стоит. Уже 2-0 талисмана. Еще и двойный урон. Сейчас шейкер надо быть вообще аккуратнее. А то там Сумаил-то может и убить. С двойным уроном. И при этом кио-то особо не поможешь в миде. То есть если ты уйдешь снизу какой-то кристалмейден или каким-то найсталкером, то Свен не сможет стоять один против... Ну не один, а они не смогут стоять 2 в 3. Тут вообще без вариантов. И по итогу у нас кристалмейденка убегает в лес. Забирает баунти руну и тут же возвращается. Правильно делает. Сейчас не имеет смысла фармить лес. И будет дальше стараться держать удар. Единственная проблема для Артизи на этой линии, то что он очень медленно опыт будет получать. Учитывая, что здесь стоит трипла. Но главное, что он будет жить. Зай. Хороший тизер. Очень четко. Выигрывает уйма времени. Там фростбайт, там воид. Зай пока живет на же матристики. Отличный падкоп от Санкинга по двоим. Но вот если понедиджи зацепили, он же был бы мертв. Вот эти вот две цели не самые приятные. Что НС, что Свен. Очень плотные они Артизи. Снова под тизером. И тем временем на центре погибает Шейкер. Ну, там Сумайл просто выиграл игру. Да, там можно на этой линии смотреть, потому что там будут Шейкеры погибать и погибать. Но парни знали, на что шли. Они поставили Шейкер против Пака. Они знали. Да, они прекрасно понимали, что Шейкеру там будет очень тяжело. И это провал. Но они подумали, ну раз Сумайл-то выиграл мид, то... Да. Но Сумайл обычно ходит мид, когда видит милищников. Да, они подстраиваются. Если бы там был другой герой, они поставили бы Мирана на центре для Сумайла 100%. Но они увидели, что все окей, можно ставить мид и Шейкера. Ну что ж, 4-1. Уже просто и Диджей на спешку спамят каждую секунду. Я читал в титере, что они там во время драк даже умудрялись это делать. Ну, у команды не получился турнир. Абсолютно. Дизбант 100% должен быть. Ничего не получается. Улетает Свен по итогу на топ. А Пак в миде снова нападает на Кьюо. Ставит Дримкоил и Кьюо. Ну, он тотемчик дал, напугал Сумаила. Нет. Ну, на самом деле, да, Сумаил вроде как не испугался. А тут проблемы у Crystal Maiden. Crystal Maiden есть Frostbite, но Зай будет бить, спириты бьют, спириты бьют больно. Какая самая быстрая карта там на турнире была? Минут 20, что ли, я не помню. А, по-моему, с Virtus.pro 15 минут была карта. У тебя, по-моему, вчера была. Нет. Нет, у меня наоборот. У меня обычно самые долгие. 15 минут была игра с Virtus.pro. Тут не только если фанатики прям сдадутся. Но, напомню еще раз, для Фнатика эта игра, по сути, за выживание. Если они проигрывают, то все. На этом их части на турнире The International 7 будут закончены. Кьюо в этой ситуации даже толком не может уйти в лес. У него нет топорика, и фармить лес ему будет очень трудно. Он снова возвращается на мид. Но здесь шейкер четвертого уровня и пак седьмого уровня. Чтоб вы понимали, насколько все у Фнатика плохо, у них даже Курьер не апнут. Да. Причем, кстати, они могут его апнуть, но, видимо, Найсталкер просто не хочет этого делать. Нападает на Юниверсию. Ну, тут висп, нереальный хил идет, как же много. Зай, делай, это уже контратака. Хотя тут спруты, крит уже не достает. Крит только первый буро в страйк. Очень маленький рейндж, поэтому Фэби отпустят. Ну, Артизи на легкой, сейчас получает много опыта. Забирает всех крипов абсолютно, без исключения. У нас саппорта, вот, как мы видим, что Зай, что крит могут перемещаться по всей карте. В миде продолжает у нас Кио бороться против Сумаила. Сумаил начинает его бить и идет дальше. Может поставить Дрим Койла, попробовать Кио убить. Решил не рисковать, да. Сейчас изоточен на том, чтобы забрать всех крипов. И в итоге Шейкер остается без исключения. На топе, проблема у Найдсталкера. Подходит Свен, начинает бить Кливом. Фэби живет, нажимает стики. Проблемы могут быть у Зай. Зай можно убить. Зай еле живой. Фурион дает ультимейт, вот таки выживает. Зай закрывает спрутах Акжита. У него нет топорика и Акжит подкоп. Свена должны убить. Свен стики, погибает Свена. 9-1. Вполне еще развал. Тут можно понять. Ты приходишь на линию Фуриона триплой. Но у тебя Свен четвертого уровня. Саппорт у тебя второго уровня. В миде стараются забрать Пака, но Пак убегает. И четыре героя не смогли ему ничего противопоставить. Он сейчас пойдет убивать, понимаешь? Что он прикол? На развороте. Сумаил, Сумаил, Арбу запустил. Полетел. На хостяхота заканчивается. Но Сумаил тут уже прям супер заигрался. Сумаил до конца. Есть рифт. Не успевает. Да есть же. Могло быть красиво. Могло быть красиво. Сейчас могут тут просто всех убить. Дали Сумаилу четыре сотни для Кио. Ну ладно, хорошо. Игра еще не завершена. Мы включаем Нетворс. Я думаю, самое время уже это сделать. Тут Фэби заметили. Летит Юниверс. Спрутики нужно поставить. По тизерам. Фэби смогли зацепить. Фэби также без топорика. Пошли НТ и в бой. Подходит сюда еще и Крит. Фэби закрывает с двух сторон. И делают убийство. Алексей, в такой игре можно Фурена брать в ФП, если никто не берет топорик. Да, никто, да, не купил? Нет, ну купил Тарксир. Все, все, уже закупили. Закупили топорики. Поняли, что что-то здесь не то. Курьеры апнули уже, кстати. Да, Курьеры тоже апнули. Ну вот уже и дела. Налаживаются понемногу. Команда Фнатик. Хотелось бы в это верить, конечно. У Свена, правда, Натворос меньше, чем у Веспа, но это такое. Пятый уровень стоит против Фурена, у которого фейсбутсы и барабаны. И он просто затыкивает его с руки. Фурен просто вынужден убежать домой. Он даже не может пойти в лес, по-хорошему. У него нет маски. И не может пойти вниз. Снизу находится Артизи. Артизи все время фармит. Если ты к Артизи подойдешь, не факт, что он там не убьет двух героев, не даст косу. И как-то очень страшно к Артизи идти. ПАК 4000. Натворс. Сумаил забирает башню на восьмой минуте. Скоро будет Вейл. Там параллельно Агжит. Даже в лесу им не дают фармить. Уже ставят крит довольно агрессивные варды. И не один. Почти весь лес контролируется. Команда ЕГЭ. Сумаил видит Кио. Закидывает Арбу. Больше нет рейндропа. Зато есть Эхослэм. Опасно. Сумаил, по-моему, доигрался. Все, посмотрим. Сайланс. Сумаил без Арбы. Нажимать можно стики. Стики нажимают, уходят. Вышлиф. Отлично играет. Сумаил Арбу. Дай Сумаил. Делает убийство. Но погибает. Но если бы он ушел, это было бы слишком красиво. Он реально может выиграть игру за 15 минут. Он просто бегает и устраивает Йелогейминг. Работает вот Фурион. Юниверс работает. И Артизи работает. Артизи фармит. Универса скоро будет. Торкит. Редкий случай, когда... Ой-ой-ой, курица. Кио. Еще тычку. Ускорение. Не хватило урона. В общем, редкий случай, когда Артизи отыгрывает на все 100, находясь на легкой линии. И Сумаил бегает, устраивает Йелогейминг. Ну, хочется ему. Хочется. Фейсбутс появляется у Найт Сталкера. Уровень 5 у Фаби. Универс уже находится потертва вышкой. И вообще ничего не боится. Захочешь его забрать, попробуй догони. У него барабаны и Фейсбутс. 431 МС. Очень тяжело бы днем его настигнуть. Сейчас Хая хотят убить. Хотя Хая крип очень четко зажала. Хая нужно давать косо. Коса пошла и... Не-не-не-не. Арксир погибает. Арксир ничего нет. 12-3. Выход от Адиджи и Фаби. Возможно, будут на центр. Там снова Сумаил вроде... Поняли, Фнатики, что Сумаила можно убивать. Если он будет снова жадничать. И можно снизу взять вышку. Снизу вообще нет никого. Прилетает сюда Юниверс. Вызывает пеньков. Да, и вышка падает. Да, именно так и произойдет сейчас. Скорее всего. Фнатикам имеет смысл дефать только Т2. Да и то не факт, что они смогут. На топе могут попытаться убить Крита. Если есть детекшн, Крит. Уходят. А Жит просто станет Крипов, чтобы пофармить их побыстрее. Ну и внизу, да, башня падает. Падает очень быстро. Скоро у Артизи будет Ротефатас. Хороший вариант против того же самого Суржа Дараксира. Будут любых героев восстанавливать. Да и Свена держать на месте, чтобы он не бегал по драке. Не бил никого. Сирзо упадет. Защиты нет. Да, никто не защищается. Фнатики просто вынуждены фармить. А Санкинг спидпушит вверх и не позволяет Фнатикам забрать Т1. Но за ним выехали. Бригада. Есть ли детекшн? Детекшн нет. Есть фиссура. Кефиссура есть, но Крит просто укапывается. Может делать телепорт, например. Крит, надо уходить. Надо уходить. Крит. Крит. Теперь телепорт успеет ли. Топорики, топорики. Заработай. Есть Сэндшторм. И Курьер. Сэндшторм. Детекшна нет. Детекшна нет. Детекшна все еще нет. И это успеет ли уйти? Нет. Они успели. Но, правда, там Т3 горит уже. Да. Пока мы смотрели за вот этим вот моментом. И что будет делать, Фнатик, непонятно. Коса полетела через Арбу. Немножко не получилось докомбинить. Только после этого Юниор сдает ультимейты. Делают убийство. Все еще идем на рекорд. Пока что. Ставится Дримкоил. Сумаиловы. Хоть так же. Закидывает стан по Некрофосу. Очень неплохая писсура. Круто закрыли Артизию. Пролетела Арба. Зацепили Сумаила. Простбайтом. Сумаил на разворот все начинает бить. Сумаил. Под двойным уроном все еще бьют. Барак. Ребята из команды ЕГЭ. Кио. Без Блингдаггера. Есть Эхослэм. Пытается очень круто выйти. Кио. Получает Сэлл. Ставит его с пруты. Выходит Феби. Детывает по Сумаилу. Арба по Кио. Кио можно убить. Кио погибает. Кио имеется байбэк. Укупается Шейкер. Других вариантов нет. Летит сюда также и Дарксир. Можно как-то дать круто вакуум. Пока цепили Некрофоса. Некрофос под станом. Некрофос нажимает ГОС. Все в порядке. Живет. Сайлл. Споняет Сталкеру. Полетела Арба от Сумаила. Можно убить Феби. Феби еле живой. Улетает назад. Ахжит. Пытается убить Артизию. Артизию закрыли фиссуры. Подкоп хороший Асен Кинга. Приходит сюда Зай. Дойти изер. Артизия хилит. Есть их ослайм от Кио. Но убить никого не получается. Зай еле живой. Наконец-таки добили хотя бы Зай. Побитая Кристал Мейда. Нажимает Шарайм в последний момент. Успеет ли выжить Ахжит? Ахжит пока живет. Но погибает Кио. И снова падают Бараки. Стан по Некрофосу Артизии не убить. Артизия уже фулл хп. У него еще и стик есть в запасе. Падают Бараки у команды Фнатик. Официально это ГГ. Фнатики смогли убить только одного Виспа. Да. Которого вроде артефактов-то и нет. На самом-то деле он очень тоненький. Три брони. 840 здоровья. Ну а ЕГ могут вообще просто пойти по центру. Им нет смысла там спидпушить. Им нет смысла там еще что-то изобретать. Мы просто идем и давим пока у нас есть артефакты. И также у нас очень хороший пуш-потенциал. Фнатики понимают, что если они и дальше посидят, то их опять же перефармят. Поэтому нужно просто идти и устраивать последний замес. Ну а после этого можно будет смело написать ГГ и выйти. Из Интернашнл 2017. Ну да, Свен как бы уже чувствует, что пофармить ему 100% никто не даст. Поэтому нет смысла там покупать себе масочку или там Mask of Madness. Вообще абсолютно юзалис айтем. И поэтому старается себе быстренько нафармить Блэк Кинг Бар. Ну, можно делать ставки. Успеет или нет? Я ставлю, что нет. Я думаю, сейчас еще 2 минутки и все. Т2 башня падает. ИГГ могут пойти дальше. Могут, конечно, переместиться и на топ. Сыграть еще более сейвово. Но Артизия появляется Ротфатос. И пока вроде как Артизия собирается идти вперед. Заходим. Отправляет Пеньков и Юниверс бить Шрайн. Ну, а сами же идут на 3. Физурка. Зацепили Сумаила. Полетел Арбаст. Ставится Тримхойл хороший по-троим. Вакуум по-двоим. Выходит Сверстан по-двоим. Неплохо сыграно. Можно убить Пака. Пака убили. Подкопаться на Кинга по-двоим. Но Пака уже не будет. Пак без байбэка. Погибает Шекер. Погибает Кристалмайл. Погибает Дарксир. Есть 2 байбэка. Еле живой Найт Сталкер. Он уходит. Ну и, слушай, смогли затянуть немного еще Фнатик. Диджей выбирает позицию. Дует ультимейт. Артизи на Релокейте отходит. Вместе с Ио назад. Да, но теперь кулдаунов нет. Теперь мы не имеем Эхо Слэма. Теперь у нас Артизи идет дальше. У него имеется Аттолз. Останавливает Кристалмейдонку. И Кристалмейдонку убегает на Сурже. Стеночка Дарксир непонятно в кого. И можно идти заканчивать игру по центру. Ну, да. Могут идти Эвил Дженесса. Сейчас быстренько прилетит Сумаил. Все-таки без этих важных способностей уже не получится. Там без Фризенфилд. Без Уллф Реплики. Без Ахаслама. Ахаслама, слушай, есть. Ахаслама появляется. Артизи. Вакуум. Есть стан. Артизи можно очень быстро убить. Хороший подкоп от Санкинга. Есть. Отличный врыв. Отличный врыв получается от Сумаила в виде арбы. Свена убили. Свена делает байбэк. Ну и... Так, крипы. Крипы нужны. 15 секунд. 15 секунд до ультимейта Свена. Дарксиры не будут полминуты. Диджей и Кьо разбивают Смоук. Диджей есть лишь Кристалл Новый. Фростбайт и Тов-1. Прокачаны эти способности. Т3 башня падает. Артизи получает стан. Ничто это не меняет. Санкинг покупает себе Блиндайггер. Тифатос на Кристалл Мэйден. ГДС нажимает Свен. Еле живая ЦМка. Врывается Сумаил. ЦМка остается на 20 здоровья. Нужно ее как-то добить. Подкопали Шейкер, который пытался ворваться за дизайн. Но не получилось. Все-таки коса на Фэйби. Фэйби убили. Ахаслам есть. Убили Ио. Но на этом конец. 15.05. Это рекорд или нет? Я вот пытаюсь понять. Почти, почти. 24 на 7. Счет финальный этой игры. Это было очень...